Друзья, всем привет! Сегодняшнее мое видео будет о канарейках. Вот сегодня управляюсь корм даю, водичку меняю. И, значит, такая идея у меня пришла в голову. Думаю, поделюсь с вами. Значит, у нас не за горами сезон размножения. Все мы об этом знаем. Сезон размножения. Кто-то начинает в феврале, кто-то уже начал. Ну, на это можно спорить, когда правильно, когда неправильно. В общем, сезон размножения не за горами. И я предлагаю вам проверить наших питомцев, самцов, и самок на ожирение. То есть, если у нас птица в хорошей форме, то так и продолжаем кормить фруктами. Вот я приготовил сегодня яблоки. У меня есть такая вот тыковка. Также есть вот зелень у меня уже подросла. Сейчас вам все покажу. Это все даем. Корма сыпем. Немного основного корма. Ну, а если у кого-то канарейки поджирели, то, друзья, надо налегать вам на фрукты, на овощи, на зелень и полеты. Что такое полеты, я сейчас вам наглядно покажу. Берем канарейку. Друзья, вот мы берем с вами канарейку. Самца там или самочку. Вот таким образом. Вот здесь живот. Дуем на животик. И здесь все открывается. Если здесь желтая, это жир. Надо, значит, делать диету. Если там нормальная кожа, такая розовенькая, это, значит, нормальная птичка, ваша не зажиревшая. Это говорит о том, что если есть жир, возможно, будут болты. Если жира нет, то яйца будут нормальные. То есть, будут оплодотворенные яйца и будут в конурах, в последовательности, вылупятся птенцы. В общем, так. Как бороться с ожирением? Как бороться? Даем яблоки, фрукты, зелень в основном и немножко зерносмеси. То есть, если вы раньше, если вы всегда навали много, а в кормушку сыпали, не сыпьте. Сейчас покажу. И птицу можно выпускать летать. Посмотрели. Обязательно на окна одели занавеску. Если у вас где-то недалеко есть аквариум, сделали крышку, кошку выгнали с этой комнаты. На плите ничего у вас не варится. И начинаем пускать канарейку летать. Просто выпускаете ее по комнате. Она должна летать. У вас жирненькая канарейка первое время может ходить пешком. У меня такое было. Канарейка пешком ходила. Ну, а затем все нормализовалось. Полеты, полеты, полеты. И чтобы птица как можно дольше оставалась в норме, кормить надо. Вот у меня есть, видите, такая ложечка. Здесь емкость как в чайной ложке, чтобы мы чай мешаем. В общем, одна чайная ложка. Если птица жирная, то делаем пол чайной ложки зерносмеси. И чтобы птица не была у нас голодной, мы добавляем, значит, яблоки, вот тыква. И вот, пожалуйста, такая зерень. Я вырастил, видите, я посадил здесь у меня зерносмесь, которой питается наша птица. Это рапс, канарейчный семя, там, лен, проса. Все это взошло. Вот, друзья, видите, все это взошло таким хорошим зеленым ковром. Можно еще подождать, лист будет раскрываться, и даем канарейкам такую зелень. Это чтобы птица не была голодной. Значит, затем мы готовим с вами гнезда, потому что сезон размножения не за горами, повторюсь. Если у кого-то нет гнезд, можете написать мне в комментариях. Я вам вышлю почтой. Гнезда недорогие, очень удобные. Здесь проволока ставится в угол. Этот на одну сторону крючок там заматывается, этот этим крючком на другую сторону. Все это заматывается, и канарейка здесь откладывает яички, затем вылупляются птенцы. Расцветка есть разная, вот для девочек, вот для мальчиков. Вот такие черненькие есть. В общем, гнезда любые. Ну, а я пока даю, вот видите, яблочки, тыквач, морковку вчера давал, сегодня не даю. И вот прям зелень, такой салатик, как микрозелень. Меня спрашивали, можно ли давать сушеную зелень, которая из аптеки, и какие травы можно. Конечно, можно. Даем, значит, если вы кормили в сезон одуванчиком, подорожником, крапивой, птичий горец. Вот всю эту траву сушеную можно покупать и присыпать. А так вот, имейте в виду. Яблоки, тыква, и можете вырасти такую вот зелень самостоятельно. Насчет гнезд, друзья, заказываем, время есть. Значит, спонсорам канала будет хорошая скидка на гнезда. Если кто-то еще из вас не стал спонсором канала, жмите кнопку спонсорства. В общем, друзья, хотелось бы пожелать вам удачи в новом сезоне размножения. Не забывайте, значит, главное, чтобы наши тканарейки к сезону размножения подошли в хорошей форме. Чтобы они были не жирные, чтобы они были не истощенные. Вот все это нужно не забывать, поэтому я сегодня решил вам напомнить. И как бы микрозелень самостоятельно. Можете посадить морковь, дает очень хорошую зелень. А морковная ботва, как мы знаем, у нас считается на первом месте по полезности. У меня там есть выращивание, тут немножко холодно, слабо растет. Но чтобы росло быстрее, на тепло, конечно. А так вот яблочки, тыковка. Друзья, вот такие гнезда заказываем, пишите в комментариях. Ну, в общем, продолжение следует. Всего всем хорошего, до скорой встречи на моем канале.